всем привет дорогие друзья из алании привет привет сегодня пятница и мы по вашей просьбе идем на рынок покажем вам оливковое масло оливки салча томатную пасту халву и сыр в хан расскажет как вы и просили но сначала айхан мы снимем как айхан готовит турецкий кофе и покажет вам как правильно готовить турецкой кола турецкий кофе в нашей чайной поэтому не забывайте подписываться на наш инстаграм ссылка в описании там много всего интересного мы публикуем а завтра мы отправляемся в город афьон поэтому после этого видеть видео вы увидите наши путешествия ну а сейчас идем на рынок да друзья мы поедем в афьон еще по присутствуем на турецкой свадьбе в общем будет много всего интересного поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм и кто еще не подписан на наш канал на youtube и поэтому сейчас идем на рынок и показываем вам все самое вкусное и интересное кафе находится около нашего офиса вот такой вот небольшое кафе здесь айхан уже показывал как готовить турецкий чай и смотрите этого видео это видео в описании здесь также готовят айран и свежевыжатый апельсиновый сок и гранатовый вот так вот выглядит это чайная покажу вам здесь апельсинчики вот из этих апельсинчиков готовят сок ну а здесь готовят чай и кофе сейчас у нашей чайной айхан покажет как правильно готовить турецкий кофе турецкий кофе подают вот таких маленьких чашечках сначала берем воду чашечки наливаем воду после этого воду наливаем въезде берем турецкий кофе для средней сладости берем кусочек сахара кусочек сахара и размешиваем в воде дальше он разберем потом берем кофе и кладем в вот такую вот ложку кофе маленькую чайную ложечку после этого перемешиваем и ставим на огонь пока и сейчас быстро все нонас toughе beginnen самом lines назад поэтому собирать дальше известно давайте писать wine словом сахара и видео замешиваем и виточным при всех erzähl —以前 медной раствориет в этих сахара fingerатф textbooks Сахар растал. Теперь ждем пока кофе поднимется, сварится и займет это 2 минуты. Покажу вам пока что здесь еще происходит. Вот здесь в чайной очень много стаканчиков, здесь у них кофе, сахар и вот в таких вот больших чайниках делают чай. Сейчас кофе уже будет подниматься, ждем пока кофе поднимется, варится кофе очень быстро. Кофе поднимается. И теперь кофе наливаем в чашку. Подают кофе, турецкий кофе всегда с водой. Также можете пить кофе с луку. Подают кофе и чай в кафе вот таким вот образом, на таких подносах. Перед тем как пить кофе, обязательно нужно выпить немного воды. Ну а сейчас давайте посмотрим, насколько вкусный кофе, который сварил Айхан. Он, кстати, сделал супер сладкий мне. Очень сладкий, но вкусный. В Алане, друзья, жарко. Сейчас 6 часов вечера, мировая температура воздуха чуть-чуть опустилась до 30, но днем было очень жарко. Сейчас пройдем через фруктово-овощные ряды и покажу вам цены. Например, персики стоят у нас 5 лир, а нектарины тоже 5 лир. И новый сезон, новый сезон яблок, яблоки по 3 лиры. Вчера я покупала такие. И груши сладкие по 5 лир. Все вот эти вот фрукты из коркутелли. Идем с вами дальше. Сейчас на рынке есть также овощи, огурцы, помидоры, яблоки по 2 лиры. Что мы на яблоки упали. Появилась слива, ну и, конечно же, абрикосы. Абрикосы по 3 лиры. Баклажаны 2 лиры, виноград 4 лиры. Много очень перца. Продают спаржу. Кто любит... Нет, это не спаржа, друзья. Это фасоль, которую также... Свежая фасоль, которую варят, делают из нее очень вкусные блюда. Ну и здесь тоже фрукты. Аланитские бананы 6 лир. Цены на бананы немножко снизились. Были раньше 8 лир. Помидоры по 2 лиры. И свежие... Свежие лимоны. Совсем зеленые свежие лимоны 8 лир. Лимон ерлимы? Ерли. Аланитские свежие лимоны. Бананы. Картофель по 2 лиры. И очень большой, большой выбор банан. Здесь у нас стенд с овощами. Помидоры чуть покрупнее. 3 лиры. Большие груши. Появились вот такие вот большие груши. 7 лир, очень сладкие. И большой картофель 3 лиры. Также есть клубника. Клубника 10 лир. И сейчас пошла слива. Слива 4 лиры. Нас угостили грушей. Посмотрите, вот такое вкусное и сладкое. Вот этой вот грушей нас угостили. Очень вкусно. Очень сладкое. Друзья, увидела арбузы. Арбузы. И здесь... Карпуз не кодак, карпуз не кодак. Таниси бестера. Бедал. Бедал. Таниси бестер. Говорит арбуз по 5 лирам. практически бесплатно штука 5 лир говорит что арбуз как сахар супер также у них здесь есть виноград большой выбор винограда виноград в основном в основном 5 из 6 лет ну и конечно же перцем бурсы и нектарин черешня уже отходит вот такая вот крупная черешня наполеон 10 10 лет ну а сейчас мы подошли к стендам где продают сырые домашние яйца халву и так далее вотгар stripe посмотрите на камке hintимон quote зейтинге мы городаussи ну да без этого же прогноз ефинге лицо и lessен нахали и дисчин к OUT и между bats кон fooling и смех получить новые цифры и нынешни петлodar руб Australia low arrive с гемлик зейтином, гемлик без жители, царь, карту и стая зейтин в кастрюлю, сеглубов, розоверий, вку 小имонт, вертик, это зейтин в кастрюле. А вот здесь конферен зеетин другие sehr多, в тату зейтин в беках, карту банковые кутузлы, куда и мы собираемся с биберами, это бибер, салфетки отчеты вот оттуда живи подписался на перенек салит что гемли оливки гемлик самые лучшие представляете вот эти вот оливки растут на деревьях которым по 600 лет а вот эти вот оливки эти очень крупные а вот эти оливки точно такие же только они помельче вот это вот коктейльные оливки а вот эти вот обычные зеленые оливки поэтому если будете искать оливки берите обязательно гемлик на коробке написано гемлик ну и здесь много видов различных оливок конечно же все оливки можно пробовать на вкус и выбирать то что вам нравится вот эти вот вообще очень-очень мелкие и вот эти все товара они сделаны домашние что оливковое масло что гранатовый соус также здесь есть мед в общем вот эти вот все товары они домашнего приготовления натуральные них нет никаких искусственных добавок даже поэтому а вот это пенок и вы можете получить сливочный сливочный и красивый сливочный вот этот сыр не соленый где написано Кёй Кёй Пинир Эль Малы или Измир вот эти сыры не соленые цена на сыр 30 лир 22 лиры 25 18 38 в общем цены самые самые разнообразные но и есть халва и оливковое масло дорогие друзья я надеюсь вам было полезно и интересно это видео поэтому не забывайте подписаться на наш инстаграм и желаем вам хороших дней выходных недель всем всего хорошего пока пока